История с прошлогодними предвыборными баталиями тогдашних коммунистов Автанеева и Максимова с агитаторами от «Единой России» никак не получит своего логического завершения. Напомним, драка началась из-за того, что агитаторов «Ядра» застали с поличным во время уничтожения материалов других партий. Андрей, б***ь, Николаевич, руки, ну давай камеру. Руки! Руки убери, пожалуйста. Руки убери, дядя, человека! Убери, иди отсюда. Сам уйди отсюда, б***я! Теперь вот Автанееву и Максимову предъявлено обвинение по части 2 статьи 116 Уголовного кодекса «Нанесение побоев на почве политической вражды». Правда, благородное правосудие дало возможность сторонам примириться. Тогда оппозиционеры не будут наказаны и уголовное дело производства прекратится. Агитаторы партии власти на это согласны. Другая сторона – нет. Как вы знаете, это дело было возбуждено нашими большими генералами, генералом Никитиным. И сейчас курирует прокуратура генерал Ханько. И они через прокурора, представителя прокуратуры сказали, что откровенно мы это дело будем дотаскивать до конца. Если вы сейчас с ним миритесь, то быстрее всего на 90% вы получаете обвинительное заключение, соответственно, уголовную статью и, как минимум, исправительная работа. Быстрее всего. Но мы приняли решение, что мы будем бороться до конца, так как дело, оно создавалось, как бы в комок это сводилось очень быстро, за один-два дня, чтобы нас в день выборов не было на избирательных участках, что они, в принципе, добились, посадив нас в ВВС. Что это было впервые вообще случай в России, когда кандидаты от позиций на день выборов отстраняются и сажаются в ВВС. Наспех состряпанное обвинение, считает Автонеев, не выдержит судебного разбирательства. И если даже Ивановский суд не усмотрит противоречий, всегда можно обратиться в вышестоящие инстанции. Мы уже настроены и с адвокатами с вами разговаривали, настроены бороться до конца. То есть в случае признания нас в Ленинском районном суде виновными будем обращаться дальше в следующую ситуацию областной. И мы пойдем до Верховного и следующий уже суд в Страсбурге. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.